Облегчить долю дольщиков, помочь тем, кто уже столкнулся с ненадежными застройщиками, важно, но еще важнее предотвратить подобные случаи в перспективе. Для этих целей принят новый закон. Он вступил в силу с 1 января. Появляются дополнительные требования к застройщику и в части руководства, отсутствие судимости, отсутствие нахождения в резких недопосудистов поставщиков застройщика и так далее. Появляются требования к установку капиталу в зависимости от объема строящегося жилья. Все это направлено на то, чтобы стройщик был дисциплинированный, ответственный, чтобы могли за ним следить. Организовать долевое строительство теперь сможет только та компания, которая получит декларацию соответствия новому закону. Выдавать документ проверенным фирмам, к которым нет претензий, будет Департамент строительства и архитектуры. На органы субъекты передается масса полномочий, чтобы мы могли проверить застройщика со всех сторон. В том числе могли запросить у других субъектов историю и сделать выводы. На наше усмотрение собрать достаточное количество информации, чтобы мы могли выдать это заключение положительное и дальше нести за него ответственность. Еще одно обязательное условие для компании – необходимость перечислять 1% от стоимости строительства объекта недвижимости в компенсационный фонд помощи дольщикам. В случае банкротства компании именно за счет этих средств и будет достраиваться объект. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.